Я просто не знаю, что с ними делать. Я тебе могу подсказать. Стой! У меня большой рост. Я многое. Что там? Ух ты! Что это за крокодил? Это степлер. Тебе какой колбасой в лоб дать? Господи, сумасшедшая. Я уже к этому привык. Привет, мои золотые. Всем здорова! Мы снова на кухне, и мы решили вернуть рубрику... Супер бутерброды. Смешные бутербродики она называлась, эта рубрика. Хорошо. В общем, сегодня мы будем готовить бутерброды в виде канцелярии. Но не как в прошлый раз, когда мы брали референсы с интернета и повторяли бутербродики. Нет, эти бутерброды мы будем готовить с нуля, создавать сами, придумывать сами. Это будет челлендж. Мы будем крутить рулетку. Тут у нас всякие виды канцелярий. Мы будем крутить рулетку, и кому какая канцелярия попадется, тот в виде того бутерброд и будет делать. Я готов есть бутерброды. Не знаю, как насчет того, чтобы делать бутерброды. Слушай, давай так, если у меня классно получится бутерброд, вкусно и красиво, я его сам съем, а если он не получается, я его отдаю тебе. Как обычно, я не сомневалась. Короче, ребята, мы накупили всякой всячины, этого должно нам хватить на любой бутерброд, на любого вида бутерброд. Смотрите, тут колбаса такая, колбаса такая, колбаса охотничья, кстати, уже надгрызанная кем-то. Я? Нет, как будто я ее надгрыз. Главное, сама же надгрызла и типа это я надгрыз. Вот, всякие виды хлеба, лаваши, мини-багетики, тостовый хлеб, короче, все-все-все накупили, чтобы у нас был полет для творчества. Еще у нас есть горчица одна, соус другой. Зоя! Все, хватит кидать, поехали. Раунд первый, крутим рулетку. Итак, я делаю бутерброд. Видите, линейки, блин, это легкотня, это легкотня вообще. Давай, теперь ты крутишь. Блин, что за легкотня? Глобус! Глобус! Нет, не глобус, не глобус. Палитра. Палитра. Палитра с красками, да, палитра цветов. Да, да, палитра с красками. Ну, в принципе, сложнее, чем линейка, согласись, сложнее, чем линейка. Может быть, не знаю, может и сложнее. Ничего сложного там нету, как по мне. Итак, ребята, для приготовления бутерброда линейки мне понадобится, конечно же, хлеб. Хлеб тостовый. Эй, я тоже хочу тостовый хлеб использовать. Так, тостовый хлеб, колбаса. Мне понадобится колбаса. Я думаю, из чего? И какую колбасу взять? Есть такая. На, дотокскую, жми. Нечего на линейку переводить. Я хочу, может быть, вот такую, а? Вот такую большую колбасу, а? Подожди, легенька, она монотонная. А там нужна тебе одноцветная монотонная колбаса. Ну, а что? Здесь тоже один тон, смотри. Здесь один очень вкусный один монотон, понимаешь? Так, мне тоже нужен тостовый хлеб, поэтому я беру себе тостовый хлебушек, из которого мне сейчас нужно вырезать эту палитру. Слышишь, у меня не очень длинная линейка получится из этого хлеба. Ну, склей два. А есть подлиннее. Мне реально подлиннее нужен. Так, я начинаю вырезать свою палитру. Так, слушай, ну я возьму вот эту колбаску, я хочу из этой колбасы сделать. Блин, я забыла, как она выглядит, подожди. Как вот так и вот так. Блин. Так, я буду делать очень длинную линейку, но я не знаю, как я буду склеивать две половинки хлеба. Ну ты потом знаешь как, вот так вот будешь есть когда? И все в рот, я понял. Давай на этот, на скорость. На скорость? На красоту и на скорость. Тогда у меня не очень красиво, подожди. Тут можно либо на красоту, либо на скорость, понимаешь? Нельзя сделать вот два в одном. Че? Ну, потому что оно так не работает. Ты либо делаешь очень красиво, но долго, либо очень быстро, но некрасиво. Ну, пока ты болтаешь, я делаю. Блин, у меня какой-то пакман получился, а не палитра, посмотри на это. Дубль два. Сколько я хлеба переведу, а? Смотри, какая у меня линейка, как тебе длина линейки, годится? Годится. Тут сантиметров 20. Ты думаешь? Да. Мне кажется, больше. Ну, 25 где-то. Ну, где-то. Практически стандартная линейка. Блин, у меня снова какой-то пакман, ну ладно, уже переделывать не буду. Так, 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 что-то ты ускорился. Ай, хорошо, знаете, что я вам скажу, ребятки? Я все-таки с колбасой не прогадал. Это очень, очень... Блин, я сейчас вылечу просто на небо, я, оказывается, очень голодный, ты в курсе? Так, а я беру охотничьи колбаски, и типа вот это вот краски у меня тут будут, смотрите. Ну, что-то скучное у меня бутерброд, посмотри на него. Это палитра, представляю вашему вниманию палитру. Я не знаю ни одного художника, который согласился бы вот такую палитру использовать. Я даже не знаю ни одного едока, который согласился бы эту палитру съесть. О, знаешь что? Она же обычно белая. Это даже для бутерброда, как бы совсем не бутерброд. Вот посмотри, у меня линейка уже реально похожа на бутерброд. Я намажу майонезом, палитра-то белая. Палитра не должна быть такая блеклая, она должна быть разноцветная, поэтому я сейчас ее буду раскрашивать. Так, горчичку возьму, этот соус, этот кетчуп. Кстати, ты знаешь, что я мазохистка? Я взяла песто. Я взяла из всего этого разнообразия, я взяла песто. Подожди, а кто будет есть этот бутерброд? Ты, конечно. Нет, секунду, подожди, только не с песто. Чего это? Ты будешь есть? Я буду пробовать твой, а ты будешь пробовать мой. Нет, 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 нет. В правилах не это было. В правилах было не это. Но это, кстати, не так воняет, как тот песто, который, помнишь, был жидкий. Смотри, это другой, это в виде пасты. Мне кажется, я скоро полюблю песто. Нет, я не думаю. Не в этом, не в этой вселенной, не в этом времени. Ну, короче, ну подожди, ну палитра же должна быть разноцветной. Смотри, я ее сейчас раскрашу. Ну явно не я буду есть этот бутерброд. Почему? У меня во время создания моего супер бутерброда образовались кое-какие остатки. Я просто не знаю, что с ними делать. Я тебе могу подсказать. Стой, стой. Не надо было этого мне подсказывать. Я сам собирался съесть. То не успел, то опоздал. В большой семье не щелкает. В большой семье из двух человек. У меня большой рот. Я многое. Ну что, ты закончил? Да, я закончил. И я закончила. Мы закончили одновременно. Одновременно? Одновременно. А чего у тебя циферок нету? Это не настоящая линейка. Это, знаешь, это как в дорогих часах. У них тоже циферок нет. Какой ты хитрый, а? Это очень дорогая линейка. Ну ладно, в принципе, неплохо. Но посмотри, что у меня. Во-первых, у меня очень крутая палитра. А во-вторых, у меня еще кисточка к ней есть. Смотри. Ее надо почистить. Эй, я так старалась, Зоя. Я хотела ей что-то нарисовать. Стараешься, стараешься. Приходит большой рот и все жерем. Большой рот в нашей семье это ты. Да. Это все ты виноват. Моя кисточка не работает. Ладно. Ну она и так работает. Смотри. Смотри, можно разрисовать что-нибудь. Зачем ты линейку разрисовываешь? Эту линейку надо брать в школу. И линейки в тетрадке. Ну ладно, смотри. Вот я тут могу разрисовать. О, видишь как? Моя палитра работает. А твоя линейка работает? Работает. А ну померяй мою кисточку. И сколько? Твоя кисточка 10 сантиметров длиной. 10? Да, 10. Там 10 сантиметров. Моя линейка не врет. Ладно, поверим на слово. В общем, ребят, пожалуйста, голосуйте, у кого лучше получилось. У меня палитра или у Виталия линейка? Да, конечно, у меня линейка. Нет, вот у меня же еще кистика. Подожди, вот так вот я вставлю, смотри. Ребят, ну вы явно не будете есть эту палитру. Ну давайте честно, давайте честно. Пишите в комментариях, чей бы бутерброд вы бы съели. Раунд 2. Крутите барабан. Слышишь, я должен объявлять раунды. В нашей семье ты ешь, а я объявляю раунды. Ну давай, быстрее. Ребята, я кручу барабан. Фломастер и степлер. Ну степлер ничего. Степлер, степлер, как ты его делать будешь? Нет, мысли себе. Как ты его делать будешь? Так что там? Короче, ребят, я делаю степлер, но я не вижу ничего сложного в этом. А что ты так обрадовалась? Типа он очень сложный? Ну да, это же степлер, степлер. Он же тебе не плоский, это же степлер. Блин, да? Ну? Блин, наверное, мне будет сложно, ну ладно. Крути ты. Так, я хочу, чтобы мне попался там какой-нибудь, то ли карандаш, что-нибудь такое легенькое. То с палитрой я намучилась. Ножницы, неплохо. Калькулятор, давай, давай, калькулятор. Калькулятор? Ну блин, ну он сложный. Это посложнее, чем палитра будет. Ты с палитрой-то особо не справилась, ну так, если откровенно, да? А с калькулятором так ты и подавно не справишься. Знаешь что, калькулятор плоский, а степлер непонятно, что ты будешь городить сейчас. Да сейчас что-нибудь придумаю, поехали. Итак, ребята, я приступаю делать степлер. Степлер бутерброд. А я калькулятор. Для этого мне снова понадобится тостовый хлеб. А мне, пожалуй, понадобится вот такой вот. Хлеб, это художный хлеб, да, или как он называется? Мини-багеты. Мини-багеты, хорошо. Чур, я беру эту колбасу. Ой, ты мне тут кусочек оставил, какой ты молодец. Нет, стоп, стоп, я его себе оставил вообще-то. Он мне просто мешал на тарелке, и мне не было времени его есть. Да-да-да. Калькулятор толстенький, поэтому я сделаю его вот так вот двухъярусным сэндвичем. Кладу сюда колбасень с ракушом. Ребята, это будущий степлер. Ой, не знаю, не знаю. Так, тебе хватит всех тех байетов извести на степлер, а? Мне надо потише себя вести, у тебя математические расчеты, да? Не мешай, Заянь, я рассчитываю, да. Так, в общем, я кладу внутри сейчас и ручек. Знаете что? Я думаю, надо еще намазать бутер, чтобы он не сухой был. Основа готова. Теперь приступаю к оформлению. Представьте, что это калькулятор. Сейчас будем делать кнопки. Не нужно ничего представлять, ребята, не слушайте ее. Вы не должны ничего представлять. Вы должны просто взглянуть и понять. Да, это действительно калькулятор. Не умничай. Это съедобный калькулятор. Не умничай. Вот у меня так и будет. Вы посмотрите на это и сразу скажете. А, да, действительно, это степлер. Это степлер. Что там, что там? Ух ты! Что это за крокодил? Это не крокодил, Заян. Ты же не видишь, что это уже основа для степлера. Это крокодил. Это основа для степлера, что совсем глупое. Так, ребята, я возьму новенькую колбасу. Но не все же старой колбасой давится, правильно? Поэтому я возьму колбасу. Я возьму сырок. Это будет у меня типа бумага. Что ты расшипаешь? Так, что мне... Я еще возьму туда огуречек. И еще что-то надо. Еще нужно какой-нибудь соус туда напихать. Соуса напихать. Например, вот этот. Можно ее расплескивать по всей кухне? Вот этот соус туда напихаю. Отлично. У меня уже произведение искусства. Ты пока там еще сделаешь свои степы. Так, ребята, чтобы степлер был не очень скучный, я напихиваю в него колбасы, немножечко огурчика. Как ни старайся, с моим произведением искусства тебе не тягаться. Смотрите, как степлер уже. Крокодил. И еще можно капнуть туда немножечко вкусненького бургер-соуса. Буквально так, для аромата. Я готова представить миру свой уникальный бутерброд. Подожди, подожди, подожди. У меня тоже один штрих остался, я тоже готов. Я не опоздал, у меня один штрих. Просто нужно, понимаешь, он уже готов. Он готов. Просто нужно же степлерить что, бумагу? Вместо бумаги у меня будет просто вот такой вот слайс сырочка. А вот и бумага, смотрите. Все, мой бутерброд тоже готов. А, неплохо, неплохо. В принципе, похож, похож. Я думала, ты не справишься. Ну, а зацени мой. Мой зацени. Ну. Ну. Понимаешь? Что? Это у тебя кнопки? Да. Понимаешь, если бы мы жили в мире, где система исчисления была бы восьмеричная, то, в принципе, этим калькулятором можно было бы что-то посчитать. Но у нас, у нас в системе исчисления 10 чисел. 10 цифр, понимаешь? 10. Нужно 10 кнопок минимум. Тебе какой колбасой в лоб дать? Ну, ты посмотри, ну это же неправильный калькулятор. Посмотри, а что это он такой толстый? Что это? Ты же это тут припрятала? Это бутерброд, чтобы он не был скучный. Ты посмотри, какой он вкуснейший, объемный, классный. Так, мне кажется, ты не умеешь оценивать конкурентов. Так, пусть нас рассудят подписчики. Да, ребят, скажите, пожалуйста, у кого круче получился бутерброд? У меня. У меня. Это объективно. Итак, ребята, начинаем раунд номер 3. Я начинаю крутить рулетку. Сектор приз на воровании. Я хочу карандаш. Вот реально. Карандаш. Карандаш. Книга. Книга. Ладно, хорошо, сделаю книгу. Ну, ничего. Ну, книга, это, в принципе, средненько, так мне кажется, по сложности. Мне кажется, даже легче, чем степлин. Там будет, мне кажется, очень много хлеба. Фломастеры? Фломастеры? Или книга тоже? Нет. Фломастеры. Фломастеры, хорошо. Ага, фломастеры. Хорошо, фломастеры. Блин, а как же сделать фломастеры? Ну, это ты сама думай. Я думаю, как делать книгу. Так, ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, из чего бы вы сделали фломастеры. Я ума не приложу. Не, ну, вот в принципе, в принципе, смотри, какие у нас есть тут колбасинки. Смотри, какие тоненькие колбасинки прикольные. Вот это могут быть фломастеры. Так, подожди, а книгу как делать, а? Я вот думаю, как делать книгу. Так, чтобы фломастеры были ровненькие, надо их поподрезать. Так, Рик. Остатки в рот. Слышишь, хватит жрать. Мы здесь делаем бутерброды, вообще-то, а не жрем. Я? Да, это все ради искусства, ради искусства. Так, ребята, мне кажется, что для создания бутербродной книги мне нужен лавашик. И побольше колбасы, и побольше сыра. Ребята, вот это значит лаваш, и это будет... Это будет страница твоей книги? Нет, это будет обложка. Это будет обложка, ребята. Это будет страница твоей книги. Это обложка будет. Есть только хлеб. Нет, это будет обложка. Она будет защищать страницы. А вот страницы, это будет вкусненький сырок и колбаска. Он такой хитрый. Да. Теперь самое главное, выбрать правильный формат для книги, ребят. У меня все готово. Что значит, в смысле? Что это? Это фломастер. Что это вот это? Что это такое? Это фломастер. Какие фломастеры? Это ты просто положила себе колбаску поесть. Это фломастер, разу ты не видишь, включи воображение. В том-то и прикол. Наши зрители не должны включать воображение. Они должны видеть бутерброд, понимаешь? Видеть его сразу. Давай, работай. Я знаю что. Я сделаю коробку с фломастерами. Прикольно? Так тихонечко у меня тут операция идет. Сестра, скальпель. Делай бутерброд, не мешай мне. Или мы уже не на скорость делаем. Сестра, тампон. Какой тампон? Слышишь, сестра. С такими вещами ты сама должна следить за такими вещами. Тампон. Сестра. Спроси у другой сестры. У меня нет такого. Мы его теряем. Я его порезала. Господи, сумасшедшая. Как с тобой можно делать бутерброд? Ты просто делаешь бутерброд. Кого ты теряешь? Кого ты теряешь? Я пациента, я теряю пациента. Ребят, вы не... Спасай его, спасай. У него кровь. Спасай его. Ребят, вы за меня не переживайте. У меня такое каждый день. Я уже к этому привык. Посмотри, у него кровь. Надо его спасать скорее. Ребята, смотрите. Основа для книги готова. Что это? Что это такая маленькая книга? Смотрите, ребят. Фокус-покус. А что это такая маленькая книга? Оп. Кайфово? Прикольно. Теперь вкладываем странички. Страничка одна. Вторая. Страничка третья. И, ребят, последняя страничка в моей книге. Страничка номер пять. Ну, то есть у меня пять листов. Получается страниц десять. Не такая уж и маленькая книга. Да не густо, не густо вообще-то. О, смотрите. Обалдеть. Осталось только написать название. Ребята, я готов. Я, подожди, тоже сейчас всю тарелочку вытерла. Мой бутерброд закончен. Книга. Коробка с фломастерами. Какая коробка с фломастерами? Подожди, подожди. Ты мне не говори. Ты мне не говори, что это коробка с фломастерами, потому что, типа, ты мне подсказываешь, да? Чтобы я сразу включал фантазию. Но я не вижу перед собой коробку с фломастерами. А что это? Подожди. Я вижу рюкзак. Это рюкзак, ребят. Это рюкзак, и из него что-то вылазит. Ну ладно, пенал с фломастерами. Пенал с фломастерами. Смотри, он не разноцветный вообще-то. Алло. Ну ладно. Ладно. Это пенал? Пенал с помастерами? Выглядит. Ну, если это пенал, то в принципе, в принципе, в принципе, похоже, ладно. Так, давай рассматривать твой... А у меня вот такой бутерброд, смотрите, ребята. Чего это за книга? Это книга «Война и мир». Тут написано только мир вообще. Укороченный вариант. Это новое короткое издание для всех школьников, которые не хотят долго заворачиваться читать. Зай, «Война и мир», огромные дома, что это за мир? Тут только мир? Я говорю, это самое последнее издание для тех, кто очень занят. Пять страниц? Пять листов, десять страниц и там только мир. Войну пришлось вырезать. Я поняла. Ребята, вот такая вот книга, можно ее реально полистать. Ты хоть бал там описал? О, смотрю, тут балы. Нормально, нормально. Наташа, ага. Там полный пересказ, полный пересказ для тех, кто очень занят. У него нет времени читать, понимаешь? Все там для самых занятых. Да-да-да, и Андрей там балконский, да, я смотрю. Все, тут все есть. Все есть. Вот такой бутербродик, ребят. По-моему, очень хорошо. Ну, голосуйте в комментариях, у кого круче получился бутер. Ребята, это были три замечательные раунда, во время которых мы приготовили шесть бутербродов. Да, ребят, надеюсь, вам понравились бутеры в виде канцелярии и обязательно голосуйте в комментариях, у кого круче получилось. Чьи бутербродики наберут меньше всего голосов и кто проиграет? Тот ведет победившего в мак на бургеры. Да, и угощает, за все платит. Да, ну, разумеется, за все платит. Понятное дело, в этом же шеприку. Я очень надеюсь, что вы проголосываете за меня. Нет, ребята, голосуйте по чесноку. Вот по чесноку. Если вам нравится бутерброд, и вы бы его съели, значит, вы за него голосуете. А также, ребят, ставьте много-много пальца вверх, если вы хотите, чтобы мы дальше снимали эту рубрику с веселыми бутербродами. У нас на примете еще очень много разных вариантов бутербродов. Да, и если вам нравится эта рубрика, то с вас лайкосик. И подписка на канал, разумеется. И до встречи в следующем видео. Всем пока!